здарова народ с вами снова я так как коронавирусная истерия продолжается и в этом году многие мероприятия пустили под откос большинство фестивалей сорвалось так и не состоялось я продолжаю свою деятельность в мастерской по увеличению расширению материальной базы конечно от сегодняшнего ролика у многих подгорит в пятой точке особенно у ножеделов будут критиковать но в принципе это нормально да я сегодня буду изготавливать хозяйственный бытовой ножик на эпоху 17 века так как у меня в принципе еще кузни нету я по привычке своих возможностей буду делать все сей девайс с помощью небольшого парка инструментов которые есть практически всех нож кстати из захоронения берестечка нож простой с небольшой латуневой вставкой в потайную заклепку рукояткой я значит сделал дуб взял дуб кусочек дуба и покрасил в темное дерево с красноватым оттенком кому интересно можете погуглить посмотреть в интернете там полно таких вещей плюс ребята есть из украины которые тоже в своих роликах рассказывают и показывают особенности таких ножей плюс там их не размеры для чего и как они были сделаны типов и видов таких ножей по моему предостаточно я же решил свой ножик сделать из кусочка старой рессоры пришлось конечно немного повозиться с латуневой вставкой так в принципе все получилось весь процесс вы увидите в ролике мне единственное что хочется добавить так сказать резюмировать по скрипту по факту его использования он у меня уже поучаствовал нескольких мероприятиях и для себя я подметил что толщина обуха немного толстовато ему надо будет еще подсвести немножко на клин и уменьшить его толщину а так меня в принципе все устраивает во все остальное это уже прикладное во всем могу пожелать что удачи всем спасибо и пока удачи вам в творческих ваших начинаниях вот невольно задаюсь вопросом вот он этот нож да вот если вот это откинуть вот этот нож прикладываю сюда все подходит нож эпохи 17 века длина в принципе вот как распечатано один в один формат в руке у меня помещается отлично ну он бытовой обычный ножик до для порезать там что-то там мясцо салатик подрубить вот сделал себе на пояс у казака дал должен быть ножик вот ну и плюс атрибутика вся возрастает мат база увеличивается но есть один маленький нюанс и здесь вот латуневая накладка это по-любому наверно накладка вот у меня вопрос хороший возник вопрос снизу вот четко видно что прям грань такая сверху видно что металл выступает а снизу четко тому как подковкой такое ощущение кому-то он вот так надевается вот так вот чик но на многих ножах например через хвостовик обычное латунное кольцо надевалось и расплющивалась да там ну или удлинялась делалась красивая такая вот как типа а-ля гарды вот ну просто узорчатая вот тут же нет тут через гарду но через хвостовик никак не наденешь вот эту вот маленькую латунную проставочку вот у меня вопрос либо ее паяли либо ее клепали но если клепали тут нету ни одной этой самой дырочки не видно что даже потай потаем как говорится в потай когда делают ну заклепку чтобы потом шлифуют заподлицо ее не видно мне интересно как тут устроено как тут сделать ее прям вот какой-то вопрос на засыпку какими вариантами делать в принципе мне не принципиально я и сделаю накладки и расклепаю ее могу припаять тупо банально как и паял на труску ну что-то прям вот какой-то у меня прям вот интерес тут вот прям видно что по краю идет по краю рукоятки сверху видно что она из двух частей накладная то есть с одной и с другой стороны накладная и снизу видно прям вот особенно здесь вот вот видно в конце что накладки идут деревянные а как вот здесь я что-то никак не въеду или нахрен не делать их вообще не знаю ну вроде охота приблизиться к реконструкции ладно буду думать соображать что сцена вот он а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 что ж сегодня закончил вот этот вот экземплярчик делал для себя атрибутику так как донских запорожских казаков мы реконструируем 17 век обзавелся вот мешочком таким вот я сделал его еще раньше показывать не стал простой элементарный мешок вот данный момент закончил именно ножичек походно бытовой для того чтобы можно было как говорится там во время трапезы достать что-то там порезать по находке по найденной делал ну понятно что не полная реконструкция но очень близко к тому образцу ставка латуневая дерево красное тоже немножко конец рукояти конечно чуть-чуть не такой но там есть абсолютно такой же тоже с латуневыми вставками с такой закругленной жопкой еще один ножик принципе можно его приравнивать как одному так к другому экземпляру вот так как мы делаем казачество ну вернее не мы мы делаем 17 век вот таким вот экземплярчиком я обзавелся для себя дальнейшем ну и плюс дополнительные как вензеля трензеля должны быть потому что кушак нож походной ложка еще сюда должна была повеситься сумка сухарница натруска ледунка ну и соответственно огнестрел с саблей вот все в принципе комплект будет готов вот такой вот ножичек закончил себе так собственно нож хозяйственно-бытовой какой я сделал для на эпоху 12 века для чего понты я колотить не очень буду смысл заключается в том что некоторые бумагу режут показывают насколько он зато очень там вот это вот все ладно порежу я вам бумагу мне суть какая я принципе сейчас добрался так скажем до обеда и решил перекусить ну и соответственно применить ее изделие для того чтобы рубануть сальца вот подготовить час как говорится да режет все здоровско показывать я не знаю колотить понты это бытовая вещь плюс наверное надо будет пропитать было его каким-то этим составом жира не стал все как как все как я люблю лучок сальца хлеба сик для чего принципе все было задумано все работает все режет ну а остальное вы все увидели в ролике и суть этого изделия именно для этого в бой мне с ним не ходить людей мне им как говорится не чикать а чтобы порезать сальцо колбаску подрубить салатик вполне достаточно вот бытовухи этой так что вот так ну все да не супер за . но вполне достаточно для того чтобы им как говорится пользоваться в бытовых целях и Продолжение следует...